Внимание! 20 августа в Техностоке и Технокухнях. Ночь распродаж. Скидки на бытовую технику и электронику в Техностоке до 50%. Скидки на встраиваемую технику в Технокухнях до 25%. Не проспите, ночь распродаж. А время чрезвычайных новостей продолжается. Не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Во время тест-драйва угнали машину. Жуткие аварии из камер видеорегистраторов. Хулиганка устроила дебош в подъезде. В магазине Технокухни при покупке комплекта встраиваемой техники выдается подарок. Чайник, либо микроволновая печь. Или комплект посуды Кайзер. Ждем вас за кухонной техникой и подарками в магазин Технокухни. Братьевка Ошириных, 156. Посетитель автосалона угнал иномарку прямо во время тест-драйва. Но сотрудник компании не растерялся и бросился в погоню за преступником. Как это было, смотрите прямо сейчас. На помощь сотруднику салона пришли неравнодушные автомобилисты. За угнанный Киа-Ри они устроили погоню. Арни, машину угонят. Помогите, пожалуйста. Садись, быстрее. А где машина? Какая машина? Серый Киа-Рио. Сотрудник автосалона рассказал, что во время тест-драйва иномарки стоимостью почти полмиллиона рублей отвлекся буквально на минуту. А когда вернулся, то ни машины, ни покупателя на стоянке не нашел. Так где ты? Где она? Вон там она где-то должна быть. Ты видишь, что позвонил? Нет? Нет, а как позвонить? Здесь активно бери с мобильного. Сначала угонщику удалось оторваться и скрыться в потоке машин. Вон, вон она, вон она. Вон спереди, видно, видно его. Да, да, да. Вот он. Алло, полиция? Амми его, амми догоняй его. Алло, полиция? Когда злоумышленника догнали, он заметил погоню, стал петлять и резко изменять маршрут. За ним, за ним, поворачивай. Догоняй его, сейчас зажмем его. Налево уходит. Аккуратно, только постарайся не удариться. Сейчас мы его прожмем. С Копейского шоссе он свернул во дворы. Ой, или направо поворачивай. Какая местность? Куда он едет? Преследователям удалось загнать угонщика в тупик. На лево, на лево, на лево уходит. Там дальше, тут ничего нету, дороги нету. Прижимаем его, сейчас догоним его. Останавливайся. Преступник выскочил из авто и пытался сбежать, но его задержали и передали полиции. Машину вернули в салон. На Свердловском тракте перевернулся внедорожник. Кувырок автомобиля зафиксировала камера видеорегистратора. Что он сделал? Брит. Это вы не задел? Нет. Он загорелся. Судя по этой съемке, водитель джипа совершал обгон и оказался на встречной полосе. А когда попытался вернуться в свой ряд, зацепил автомобиль, в котором была установлена камера видеорегистратора. От удара иномарку занесло. Шофер потерял управление, наехал на бордюр и перевернулся. У одной из свидетельниц аварии прямо на месте ДТП случилась истерика. Ну, понимаешь, мы выехали, ему что-то не понравилось, что мы его обогнали. И он, короче, через встречку поехал нас это обгонять. Улетел мне в эту сторону. И все горит. После аварии из-под капота автомобиля повалил дым. Очевидцы поставили машину на колеса, и пока одни доставались с салона водителя, другие взяли огнетушители и самостоятельно попытались ликвидировать возгорание. Жуткая авария на трассе Челябинск-Екатеринбург. Иномарка на огромной скорости влетела в разделительное ограждение. Шокирующие кадры попали в объектив камеры видеорегистратора. По словам очевидца, в салоне Хонды Цивик находилась мать с двумя детьми. От гибели семью спасли ремни безопасности. По одной из версий, автоледи просто не справилась с управлением на мокром асфальте. В МИАСе иномарка на скорости влетела в автосалон. Неуправляемый автомобиль снес ограждение и протаранил одну из выставочных машин. Сначала подумали, что автомобилиста подвел мокрый асфальт. Но позже выяснилось, что вырулить водителю помешало сильное алкогольное опьянение. В результате неудачного маневра пострадал новенький Рено. Сам нарушитель отделался ссадинами. Тем временем владельцы автосалона подсчитывают ущерб. Лихач на иномарке сбил мотоциклиста. Байкер чудом остался жив. Эти кадры с видеорегистратора в нашу редакцию прислали зрители. Пересечение улицы Чечерина и братьев Коширинах. Вот загорается зеленый сигнал светофора, и мотоциклист начинает движение. Неожиданно на перекресток вылетает легковушка и сбивает байкера. От сильного удара у двухколесного транспорта отлетает крыло и несколько деталей. А мотоциклист перелетает через руль. Но даже после такого полета он пытается встать на ноги. Кто прав, а кто виноват, будут выяснять инспекторы ГАИ. Смертельная авария в Ленинском районе. Скутерист не справился с управлением и столкнулся сразу с двумя иномарками. А потом байкер вылетел навстречу и попал под колеса Фольксвагена. Это жуткие последствия столкновения. От полученных травм скутерист скончался. Водители легковушек спасли подушки безопасности. Это он, походу, все-то ломал. По одной из версий следствия, водитель двухколесного транспорта был под кайфом. При досмотре личных вещей погибшего в багажнике скутера обнаружили пакетик с запрещенным веществом. ДТП в тракторозаводском районе. Отечественная легковушка сбила ребенка. Все случилось на этом перекрестке. Лихач решил проскочить на запрещающий сигнал спетофора. В это время дорогу переходила 12-летняя девочка. Водитель не успел завершить опасный маневр и наехал на школьницу. По словам очевидцев, автомобилист незамедлительно вызвал медиков. Благо, их помощь ребенку не потребовалась. Ссадинами и ушибами девочка была опущена на амбулаторное лечение. Трехгорном грузовик протаранил похоронную процессию. Пьяный водитель ЗИЛа уснул за рулем и смял часть автоколонны. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Пассажирский автобус и легковушка сопровождали траурную процессию. Колонна автомобилей остановилась на светофоре на красной. Неожиданно в отечественную легковушку врезался ЗИЛ. Грузовик буквально загнал. Ишь под автобус. Автобус остановился на красной. Я следом за ним остановился. Сверху шел ЗИЛ. Водитель пьяный в стельку. Разговаривать не может. Еще одно крупное ДТП произошло в Миасе. На одном из городских перекрестков столкнулись сразу пять легковушек. По словам очевидцев, виновником аварии стал нетрезвый водитель Ниссана Тиана. Он решил проскочить на красной и столкнулся с 14-й. От удара отечественную легковушку отбросила на впереди стоящую Ниву. А иномарка вылетела навстречку и протаранила ВАЗ седьмой модели. В которую в следующий момент врезалась Тойота. К счастью, все водители и пассажиры остались целы. С хоккеиста Максима Якуцене сняли все подозрения о виновности в жуткой аварии. А расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП прекратили. Правда, на время. Как пояснили оперативники, разбирательство продолжат, как только второй участник столкновения сможет участвовать в следственных мероприятиях. Напомню, страшная авария произошла в октябре прошлого года. Поздно ночью на перекрестке улицы Пушкина и проспекта Ленина столкнулись БМВ, в котором ехал нападающий команды трактор Максим Якуцене и «Десятка». В ней находились два парня. Удар был такой силы, что кроссовер протащил легковушку несколько метров. Водитель ВАЗа Дмитрий Тепляков получил тяжелые травмы и почти месяц провел в коме, а его пассажир погиб. Видеозапись аварии отсмотрели эксперты и пришли к выводу, что Максим Якуцене на своем БМВ выезжал на перекресток на зеленый сигнал светофора. Дмитрий Тепляков должен был предоставить ему преимущество в движении. На этом следствие временно прекратили. Возобновят разбирательство, как только водитель «Десятки» сможет участвовать в расследовании. После страшной аварии он до сих пор с трудом разговаривает и не может ничего вспомнить. Челябинка отсудила компенсацию за подорванное здоровье. После аварии женщина не смогла выйти на работу и подала иск в суд. Фемидов стала на сторону пострадавшей и приняла решение возместить причиненный вред. ДТП, в котором пострадала жительница города, произошло в июне прошлого года. На перекрестке улиц Салютная и Комарова столкнулись две иномарки. Одну из машин отбросила в толпу пешеходов. Под колеса неуправляемой легковушки угодило два человека. Позже одна из пострадавших подала в суд на водителей. За полученные травмы женщина потребовала моральную компенсацию. Суд удовлетворил требования потерпевшей и постановил выплатить Челябинке 150 тысяч рублей. Во дворе дома по проспекту Победы вспыхнулись сразу три автомобиля. Сначала загорелся ВАЗ девятой модели, после огонь перекинулся на припаркованный рядом Ладу Гранта и ВАЗ пятой модели. Вот что осталось от машин. Поврежден моторный отсек и полностью выгорела внутренняя отделка салонов. Я обратила внимание сгоревшие машины и все залиты пеной. По-видимому, пожар произошел ночью и тушили ночью. По одной из версий, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в девятке. Не исключают и версию поджога. В ту ночь автомобили были припаркованы на неохраняемой стоянке. Хозяина загоревшейся машины найти не удалось. Известно, он работает на рынке неподалеку от места ЧП. Не исключено, что так ему могли отомстить. Возгорание заметили поздно и огонь успел испортить легковушки, припаркованные рядом. У меня сигнализация сработала, как вышел только со слов очевидцев. Узнал. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ЧП. Полицейским советского района пришлось успокаивать безумную даму. Женщина закатила концерт в подъезде и едва не побила жильцов. Дебоширка выбила стекла и ломилась в квартиры людей. Подробности в сюжете. Наряд полиции к этому дому вызвали жильцы. Люди опасаются заходить в подъезд. На площадке безумная дама устроила истерику. Кричала и била стекла. Перепуганные жители побоялись попасть под ее горячую руку. Прибывшие служители закона проводили людей до квартиры, а потом пошли к дебоширке. Встречать полицейских вышел сожитель буйной дамы с молотком в руках. Так, молоток спрячет? Нет. Да? Нет. Убеденого тут? Нет. Мужчине объяснили, пришли не за ним, а за его дамой. И хозяин квартиры сразу подобрел. Заберите, вызовите, пожалуйста, всех ребят. Я умоляю вас просто. Я не могу уже. Я устаю. А вот и возмутительница спокойствия. Пригласила полицейских отужинать. Но когда сыщики отказались и предложили женщине проехать в райотдел, она закатила скандал. Я вот отказываюсь от вашего предложения, потому что у меня тут еще разборка не закончена. После уговоров дама все-таки вышла на улицу. Давай! Я сюда не пойду! Этой ночью полицейским все-таки удалось погасить пылкий темперамент Дебоширки. Ольга Кокшарова, Тимур Баташев, 31 канал. Пациентка сбежала от врачей. Искать даму, которой требовалась помощь медиков, пришлось полицейским. Скорую для женщины вызвали прохожие. Дама лежала на улице, и люди подумали, что ей стало плохо. Но когда бригада врачей прибыла по вызову, пациентка вдруг бросилась на утек. Я обязательно должна это расписаться, что ли? Соснование алкогольного поменения. Ее задержали полицейские в нескольких кварталах. Выяснилась, жизнь беглянки вне опасности. Просто дама хорошо выпила. Тогда служители закона припроводили ее в райотдел. Путешествие по Челябинску закончилось штрафом. Двум мужчинам придется раскошелиться за любовь к горячительному под открытым небом. Вы в курсе что-то спите, а вы запрещено. Это у нас считается все-таки. Это может быть вера. Тем более вы сидите перед церквей. Вы сидите перед вот этим. Эти товарищи решили выпить в сквере у железнодорожного вокзала. Полицейские объяснили, что это незаконно и попросили документы. У одного из них паспорта не оказалось. Мужчин попросили пройти к патрульной машине, чтобы установить личности. Тут-то и выяснилось, они прибыли в столицу Южного Урала из Новосибирска и Татарстана. В итоге на любителей спиртного составили протокол и отпустили. Штрафы они должны будут оплатить у себя на родине. Бездомные наведались в отрезвитель. Вот только вовсе не лечиться. Бродяги устроили в здании гостиницу, но не ожидали, что в гости заглянут полицейские. Раньше сюда доставляли пьяных, а теперь здание заброшено. Но нашлись те, кто решил здесь обосноваться. Эти двое бомжей живут здесь уже несколько дней. Полицейские проверили бродяг на причастность к преступлениям и отпустили. Зоозащитники потребовали разобрать стену магазина, чтобы спасти котенка. Животное оказалось в пустотах между фасадом и стеной здания. Руководство супермаркета пошло навстречу сердобольным гражданам. Усатого заложника помогала вызволять и наша съемочная группа. Чем все закончилось, расскажет Анастасия Шкитина. Вот уже несколько дней стены этого магазина слышат странные звуки. Местные жители подумали, завелось привидение, но позже поняли это крика помощи. Это место служило домом для Четвероногого. Местные жители подкармливали котенка, пока тот не забрался под сайдинг здания. Здесь усатый узник сидит уже неделю без еды и воды. Спасать животное решили зоозащитники. Вот только начальство супермаркета разбирать стену запретило. Просила вызвать МЧС или службу спасения. Вызывать не хотят, потому что боятся, что разберут пол стены. Мяуканье котенка слышно, а помочь не могут. Снять панельные блоки на входе в магазин и разобрать металлический фасад здания сердобольным гражданам не под силу. СС звонила. Собственно, как они объясняют мне сейчас, проблемы никакой нет. Ну, вроде как пищит и пищит. А когда начнутся запахи крысы и так далее, тогда они приедут по вызову. Позже над котенком сжалились и сотрудники магазина. Стали искать его в подвале, стенах и вентиляции. В итоге с одной стороны разобрали вентиляцию, с другой сняли металлические листы облицовки. Но усатый так и не вышел. Зоозащитникам все-таки удалось выманить котенка, но уже к вечеру. Анастасия Шкитина, Тимур Баташев, 31 канал. Помните, сюжеты не придуманы. Таким этот мир мы делаем вместе с вами. Увидимся на следующей неделе.